Соревнования по рафтингу на Кубок Сибири прошли в Бийском бассейне «Заря». Водоем искусственный, но настоящий профессионал всегда найдет препятствия и преодолеет их. Репортаж Сергея Пинчука. Как в Бийском бассейне «Заря» оказались каяки и рафты, объясняется просто. До старта летнего соревновательного сезона у спортсменов-водников остались считанные дни. И это большая контрольная тренировка. Отчасти спортсмены Горно-Алтайска, Барнаула тренируются на открывшихся участках рек. То есть уже несколько дней идут сборы на реке Катунь, на открытом участке. И среди льдин спортсмены отрабатывают свои навыки. Здесь нет ни льдин, ни течения. Однако отсутствие трудностей, которые водники, как известно, очень любят, ничуть не мешает. Настоящий профессионал он и в бассейне, знаете ли, профессионал. Ну или планирует таковым стать. Чтобы быть уверенными перед открытой водой, победить себя, победить чувство страха. Естественно, они с удовольствием участвуют в этих соревнованиях. Более опытные ребята также проверяют, насколько физически они готовы. Чтобы провести Кубок Сибири за один день, бассейн пришлось поделить пополам. На одной половине стартует экипаж рафтов, на другой отношение выясняют канаристы с каякерами. Я прошел так себе. Штраха нахватал много. Мой отец занимался гривным славом. И я прошел. И так у вас небольшой? Мне очень нравится. Томичи, новосибирцы и обреченные на чемпионство грибцы из республики Алтай. Здесь весь цвет сибирского рафтинга. И этому есть совершенно четкое объяснение. Когда мы говорим о рафтинге в Алтайском крае, прежде всего мы с вами всегда должны помнить о том, что колыбель рафтинга российского находится именно здесь. И я больше скажу, колыбель мирового рафтинга находится именно здесь. В рафтинге как у женщин, так и у мужчин победу праздновали команды из Горноалтайска. Зато среди юниоров равных не было хозяевам, грибцам турклуба «Скат». Первые соревнования на открытой воде пройдут через неделю на реках Майма и Лосиха. Сергей Пинчук, Елена Бакулина, Михаил Попов. Вести. Алтай.